Встреча президента Абхазии 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 Возможность поступить в ведущие российские учебные заведения Они получают по лимитам и обучаются на бюджетной основе Другим категориям студентов обучение оплачивается из бюджета Республики Абхазия Открывая встречу, президент Аслан Бжани напомнил студентам о том, что они здесь представляют Абхазию И по результатам их достижений в учебе во многом будет складываться мнение о нашей стране Но сегодня в Москве вы представляете независимое, суверенное государство, Республику Абхазия Вы представляете абхазский народ Именно потому, как вы будете учиться, как будете вести себя И чего добьетесь в своем повседневном труде Во многом будут судить и о нашей родине Абхазии Обучаясь в лучших российских вузах Вы получите глубокие знания, которые помогут развивать Абхазию, когда вернетесь домой Аслан Бжани сообщил, что при президенте Республики Абхазия планируется формирование специализированного центра подготовки национальных кадров Поскольку подготовка специалистов – один из приоритетов лично его политики как президента Вынужден признать, что несмотря на определенные шаги, предпринятые правительством, республике в целом, конкретными министерствами, учебными заведениями, общественными организациями Абхазии У нас нет, не сформировано, внятной программы подготовки кадров Нет инфраструктуры по ее реализации Я это признаю Для исправления ситуации мной предложено сформировать при президенте Республики Абхазии Специализированного центра подготовки национальных управленческих кадров Уже есть первое предложение по программе наполнения этого центра В Совет предлагается включить руководителей соответствующих министерств и ведомств Руководителей высших учебных заведений Студенты имели возможность задать интересующие вопросы Поскольку в зале собрались будущие экономисты, политики, юристы, медики, строители, айтишники И круг вопросов был очень разнообразным Мне на самом деле интересно, вот сейчас, например, в России есть различные программы Связанные с тем, чтобы возвращать обратно кадры, молодые кадры Которые, например, проходили обучение или уже имеют опыт работы где-то за рубежом Если это, например, люди из специальностей, которые наиболее необходимы для развития экономики страны Вот есть ли такие планы в Абхазии? Либо та ситуация, что некоторые студенты остаются за рубежом и продолжают работать там Это даже полезно? Вот как вы рассматриваете? Отвечая на вопрос, глава государства отметил, что основная причина невозврата студентов Это отсутствие достойной заработной платы Решением этой проблемы может стать привлечение инвестиций Отметил Аслан Бжани С 2020 года по 2023 год, по первое, скажем так, сентября На обучение наших студентов за рубежом мы выделили около 200 миллионов рублей На вопросы студентов отвечал не только глава государства, но и руководители профильных министерств Студенты охватили практически все вопросы Их интересовали перспективы взаимоотношений нашей страны с Российской Федерацией, Республикой Беларусь Развитие экономики, сохранение экологии, строительной инфраструктуры, обороноспособности страны Развитие современных технологий и сохранение абхазского языка В этот день просвучали не только вопросы, но и слова благодарности в адрес правительства за помощь в обучении Я бы не хотела сегодня задавать вам вопрос Но я думаю, сегодня меня все поддержат И от лица всех студентов, присутствующих здесь и не только Учащихся в высших российских заведениях Я бы хотела выразить огромную благодарность за возможность получить достойное образование За помощь, за поддержку вашу А мы, в свою очередь, будем делать все необходимое для того, чтобы вы гордились нами и нашими успехами В своей заключительной речи глава государства отметил роль Российской Федерации на современном этапе становления нашей республики Подчеркнул приоритетность дальнейшего развития взаимоотношений двух стран А подобные встречи студентов с главой государства и членами правительства предпланируется проводить регулярно Но накокускирует для абхазского телевидения из Москвы Аслан Бжаня дал интервью телеканалу «Россия-1.Сочи» Главной темой которого стало обсуждение итогов туристического сезона Абхазии И туристического потенциала нашей страны Смотрите интервью в нашей программе сразу после новостей Аслан Бжаня примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Республики Башкортостан Во время визита в Сухом на празднование 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии Глава Башкирии Ради Хабиров посетил набережную, где установлена колоннада Тогда же он сообщил, что в Уфе на День Республики, который отмечается 11 октября На набережной реки Белой в знак дружбы абхазского и башкирского народов Заложат первый камень на логичной колоннады Завершить строительство колоннады планируется в течение года В Абхазии начался осенний призыв в армию В соответствии с указом президента с 1 октября на военную службу призываются граждане Абхазии В возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу Осенний призыв на действительную военную службу заканчивается 31 декабря Порядок совместных действий подразделения органов внутренних дел Абхазии и ФТС России При выявлении транспортных средств, находящихся в розыске, незаконный вывоз и ввоз оружия Наркотических средств, психотропных веществ, а также незадекларированных табачных изделий Обсудили на рабочей встрече министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут И заместитель руководителя ФТС России Олег Кубайдулин Подробности в репортаже пресс-службы МВД В МВД состоялась рабочая встреча министра внутренних дел Роберта Киут С заместителем руководителя ФТС РФ Олегом Кубайдулиным Во встрече также приняли участие первый замминистра Руслан Ажиба Главный советник министра Инал Маршани Представитель ТСР в Республике Абхазии Константин Козлов В рамках встречи участники обсудили порядок совместных действий подразделения органов внутренних дел Республики Абхазия Федеральной и таможенной службы РФ при выявлении транспортных средств, находящихся в розыске Незаконный вывоз и ввоз оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Подлежащих контролю в Республике Абхазии и РФ незадекларированных табачных изделий Службы наши пересекаются периодически И мы на самом деле заинтересованы в том, чтобы навести порядок по всем документам Так что с учетом этого мы очень рады вас сегодня здесь видеть И соответственно хотим, чтобы наша работа была плодоформной, была полезной И будем к этому прилегать всевозможные усилия Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Олег Губайдулин Дал положительную оценку взаимодействию таможенных органов с Министерством внутренних дел Абхазии Конечно, те результаты, которые есть сегодня и у местных наших коллег в таможенной службе И у федеральной таможенной службы, они получены благодаря тому, как работает Министерство внутренних дел Республики Абхазии Тем более, что у вас действительно есть и ресурс, и возможности для того, чтобы в полном объеме И нам помогать, и в республике, это раз, и в полном объеме Но у нас очень много схожих задач Я со своей стороны хочу сказать, что мы готовы Также к полноформатному сотрудничеству Готовы решать практически все задачи Что мы и делаем, на мой взгляд Отдельно участники встречи остановились на проблеме незаконного ввоза из Абхазии автомобилей на территорию России Генерал-майор милиции Роберт Кют назвал данный вопрос имиджевым для республики Пообещав оказывать таможенным службам взаимодействие по решению Я знаю, что вы делаете эту работу, в частности по машинам, которые возятся и продаются на территории России Машины с Абхазскими номерами Что вы очень активно этой работой занимаетесь И находите, и опрашиваете, и документируете И создаете для нас такую очень хорошую возможность Для последующей реализации этих материалов в уголовном официальном порядке Потому что без вашей доказательной базы сделать что-либо будет достаточно сложно Спасибо вам Что касается автомобилей, то зачастую по которым мы, в принципе, пересекаемся Оно большую экономическую выгоду на стране не приносит Тут имиджевая сторона наша страдает больше, скажем так Потому что теми действиями наши граждане, граждане Российской Федерации Которые это все считают, наносят серьезный ущерб экономике России Мы это тоже понимаем И мы не хотели бы, чтобы в Абхазии было инструментом такого рода действий На самом деле, для нас, что там, растаможка, 10-12 тысяч Ну, понятно, это мелочь, так скажем Но зато мы наносим серьезный ущерб Своему стратегическому партнеру И стране, которая нас поддерживает экономически Реализация достигнутых договоренностей Будет способствовать дальнейшему снижению уровня преступности Уверены участники встречи В завершении медалями за укрепление таможенного содрожества Были награждены первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажевой Начальник управления экономической безопасности и противодействия коробц МВД Абхазии Султан Кабардаев Отличившиеся сотрудники ОИБПК были поощрены Стороны обменялись памятными подарками Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил с днем рождения Заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева Высоко ценим ваше внимание к проблемам и нуждам республики Абхазия Готовность оказать поддержку в любых задруднительных ситуациях Велик ваш личный вклад в формирование дружественных абхазо-российских отношений Убежден, что ваша деятельность во благо Отечества будет и в дальнейшем способствовать развитию и укреплению дружественных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией Отмечается в поздравлении Народный артист Абхазии, художественный руководитель и главный дирижер Абхазского государственного камерного оркестра Давид Терезиан 7 октября отметил свой юбилей Министр культуры Даур Ковы принял Давида Терезиана и поздравил его с днем рождения лично Человек с абсолютным музыкальным слухом, подобных которому в Абхазии сосчитать на пальцах Дирижер Абхазского государственного камерного оркестра Давид Терезиан Народному артисту Абхазии 7 октября исполнилось 50 лет Свою карьеру он начал в 18 на родине в Армении Выпускник Ириванской государственной консерватории, а также факультета оперно-симфонического дирижирования Основал свой первый камерный оркестр Сагмос при Апостольской церкви Он учился у известных дирижеров и в качестве скрипача проработал в разных коллективах Армении, Мексики, Словакии А в возрасте 22 лет он стал дирижером симфонического оркестра радио и телевидения Армении А в 2010 году судьба связала его жизнь с Абхазией Когда на его имя от Министерства культуры Абхазии и дирижера Государственного камерного оркестра Абхазии Анатолия Хакба поступило приглашение Так Давид Терзян стал главным дирижером Государственного камерного оркестра И дирижером военно-оркестровой службы Министерства обороны Республики Абхазия Возрождение Большого симфонического оркестра одна из задач ближайшей перспективы Говорить о планах и предстоящем пути для людей, связавших свою жизнь с культурой Даже в свой персональный день явление привычное Министр культуры Абхазии Дауркова пожелал юбиляру творческих успехов И выразил надежду на то, что Давид Терзян, как и прежде, продолжит свою деятельность с полной самоотдачей В первую очередь крепкого здоровья, больших творческих успехов Хочу сказать, что сегодня наш камерный оркестр под вашим руководством Это гордость Абхазии, это оркестр, который обладает большим репертуаром Это оркестр, в котором занимаются и работают люди, высококлассные профессионалы И все это благодаря вашей полной самоотдаче, любимому делу Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нас сложится такая ситуация При которой мы сможем возродить наш большой симфонический оркестр Которым вы будете руководить Гимон Республики должен прозвучать в живом исполнении И это станет возможным при создании симфонического оркестра Отметил Давид Терзян Он поблагодарил за теплые слова и доверие, оказанное ему Во всем сказанном, конечно, больше всего Меня подталкивает на дальнейшую борьбу и творчество Это возрождение симфонического оркестра Это, конечно, моя цель, это наша общая задача Я думаю, это возрождение для абхазской музыки Для того, чтобы подняли всю эту мощь симфонической музыки Которые просто недоступны и неизвестны абхазскому народу Что есть, оказывается, симфонии у Чичьбы Есть и у произведений у Гумбы симфонические Есть у Константина Чуделя тоже много произведений с хором и с оркестром Но для этого необходим симфонический оркестр Симфонический оркестр бесспорно станет возрождением симфонической музыки в Абхазии И если оркестр удастся создать, то со сцены будут звучать произведения мирового масштаба Которые в Абхазии никогда ранее не звучали вживую Асид Амалия, Фатима Гергия, Раму Камки, Абхазское телевидение Министр туризма Теймурас Хишба вручил почетные грамоты водителям национальной туристической компании «Турист» Во время стихийных бедствий, произошедших в июне-июле в Гагрском районе Сотрудники компании помогли организации трансфера для туристов, оказавшихся в зоне бедствия Репортаж Рады Чичава Помимо пострадавших людей, снесенных водными потоками домов и машин, испорченной инфраструктуры Стихия значительно усложнила ход туристического сезона в одном из самых популярных курортных городов Абхазии Тысячи туристов не смогли добраться до пунктов отдыха или же покинуть республику по завершении отпуска Именно в этот момент водители национальной туристической компании «Турист» помогли с трансфером Наша республика летом столкнулась с рядом очень больших проблем, которые независимы были от человеческого фактора Но тем не менее, каждый из нас делал все, что мог, чтобы решить эту проблему Я хотел бы отдельно лично вас отметить и поблагодарить от всего коллектива Министерства туризма За то, что вы в первый раз и во второй раз в период этой стихии Вами было перевезено более трех тысяч человек Это огромная нагрузка Ваш вклад в общее дело неоценим Тимурас Хижба вручил благодарственные письма водителям компании «Турист» И поблагодарил их за оперативную работу и оказанную в это непростое время помощь Как рассказал директор национальной туристической компании «Турист» Все сотрудники фирмы отозвались мгновенно и искренне хотели помочь в сложившейся ситуации В июне-в июле на территории Абхазии за счет обильных дождей Был размет участок железной дороги в Гагарском районе Было указание Министерства по курортам и туризму Тем разом Владимиром Хижба Чтобы оперативно вывезти людей с зоны бедствия Где остались люди, которых надо было доставить По городам, куда у них были куплены путевки 9-10 наших автобусов работало Вывезли людей и оперативно сработали вместе с железной дорогой республики Хочу вам сказать, что говорили даже, когда я им говорил Что это несмотря на то, что не коммерческий рейс, не туристов мы возим Я обещал им, что обязательно будут выплаты денег Хочу не ради красивого слова сказать Многие из них говорили, вопрос не идет о зарплате Это общее дело Водителям пришлось вывозить людей из Гагарского района дважды В июне и в июле при стихийных бедствиях Развозили туристов, по словам водителя Павла Бхазария Почти по всем районам республики В этой стихийной бедствии оказались люди, которые приезжали на курорт Были дети, были люди преклонного возраста с детьми И они оказались в такой ситуации, не знали куда и как добраться И поэтому по первому зову нам пришлось быстро же собраться и оказать помощь И привезти их в те районы, где они должны были дислоцироваться по месту отдыха Это был новый фон, город Гудаута, Сухум, Гагра Во всем районам Абхазии Все были сегодня награждены О чем хочу поблагодарить Министерство по борту и туризму За оказанную нам в стихийном бедствии помощь Нас поблагодарили и наградили благодарственными письмами Как отметили водители компании «Турист» Благодарность руководства Минтуризма им в действительности приятна Ведь хотелось просто помочь людям, попавшим в беду Стихийные бедствия всегда неожиданные и неконтролируемые Но, как и всегда, помогая друг другу, можно справиться даже с самыми страшными бедами В селе Лахадзе Гагрского района выявлена действующая майнинг-ферма На момент проведения проверки к электроснабжению Были подключены 113 аппаратов для добычи криптовалют Детали в оперативной съемке МВД В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий В лесном массиве поселка Лахадзе Гагрского района Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии СОБР МВД совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия По стандартам потребительскому техническому надзору Выявлена действующая майнинг-ферма На момент проведения проверки к электроснабжению Были подключены 113 аппаратов для добычи криптовалют Мощность незаконно потребляемой энергии составила 160 кВт-час В отношении владельца оборудования жителя города Сухум Амгуас Айнара Имдатовича В соответствии с частью 2 статьей 96 ПМ1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия Составлен протокол Аппараты по добыче криптовалют изъяты И помещены на склад временного хранения На территории базы Центра специального назначения Службы государственной безопасности состоялось первенство Среди силовых структур памяти кавалера Ордена Леона Эдуарда Нарсисяна Подробнее в материале пресс-службы СГБ 6 октября 2023 года на базе Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия Состоялось очередное первенство среди силовых структур Дислоцированных в Республике Абхазия Посвященное памяти кавалера Ордена Леона Эдуарда Нарсисян Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Право поднятия государственного флага Предоставляется капитану команды-победительницы Прошлогодних соревнований Данное соревнование проводится с 2015 года В целях повышения уровня профессиональной подготовки Сотрудников силовых ведомств Республики Абхазия И выявление наиболее подготовленных из них В соревновании приняло участие 10 команд От 6 ведомств Министерства обороны Министерства внутренних дел Службы государственной безопасности Государственного таможенного комитета Миграционной службы И Государственной службы охраны В состав команд входило по 6 человек И официальный представитель Подготовку и проведение соревнования Осуществили инструкторы Центра специального назначения Республики Абхазия Соревнование проводилось в командном зачете В форме преодоления полосы препятствий С выполнением упражнений И с боевой подготовки Выполнение комплекса упражнений Начинается с высадки команды Из автомобиля С дальнейшим прохождением Определенных элементов Пошли, пошли! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Мина! Мина слева! Мина! Стоять! Мина! Мина! Стоп! Мина слева! Мина слева! Давай мне! Приведчики! Давай, давай! Приведчики! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов! Готов! По итогам соревнования переходящий кубок остался у команды-победительницы Центра специального назначения Республики Абхазия. Всех поздравляю с успешным завершением. Меня лично радует то, что ежегодно количество участников растет. А также призовое место заняла команда СОБР Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Несмотря на соревновательную конкуренцию, истинный дух среди команд участников был дружеский, подчеркивающий боевое братство. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Северхней Шерой 9 октября вечером перевернулась грузоподъемная машина. Как стало известно, водитель не справился с управлением. В ДТП никто не пострадал, однако была перекрыта дорога. Сотрудники ГАИ организовали движение через Нижнюю Шеру. Идет работа по эвакуации перевернувшего транспорта. В минувшие выходные на столичном стадионе «Динамо» прошел международный турнир по смешанным боевым единоборствам. Зрители имели возможность наблюдать за поединками именитых спортсменов из Казахстана, Бразилии, Таджикистана, Узбекистана и России. Кроме того, соревнования транслировались в прямом эфире более чем в 30 странах. Интригой вечера стал поединок представителя спортивного клуба «Сочи Стар» бойца из Абхазии Тамаза Тарба и спортсмена из Краснодара Тимура Тургата. Как прошли соревнования, расскажет Адица Сагария. В Абхазии на столичном стадионе «Динамо» проходит международный турнир по ММА серии 73, в котором представлено 11 зрелищных боев. А самое главное, в этом турнире принимает участие наш соотечественник Тамаз Тарба. Уже второй год подряд в Абхазии проводится турнир по смешанным боевым единоборствам. На этот раз на октагоне было представлено 11 зрелищных боев по правилам профессионального ММА. В поединках принимали участие бойцы из Казахстана, Бразилии, Таджикистана, Узбекистана и России. Формула боев – три раунда по пять минут. В общей сложности на октагоне сошлись 22 бойца на 11 пар. Любители боевых искусств в главном бою ждало яркое противостояние от тяжеловесов из России Дмитрия Андрюшко и Виктора Клюева. Стремительно заканчивается в этом отрезке. Еще один удар в голову. Тяжело приходится Дмитрию. И вот пошел удушающий прием. Да, плотный заход есть. И сразу постучал Андрюшко. Браво! Виктор Клюев одерживает одну из самых сложных в своих побед в ММА серии. Победа выливая. Сейчас это один из самых смотрибельных видов спорта во всем мире. Спортсмены ММА – универсальные бойцы. Они могут биться руками, как в боксе, ногами, как в карате и муай-тай. Бороться и бросать соперника, как в самбо или в вольной борьбе. Зрелищность стопроцентная. Тем более наш соотечественник будет биться. И мы поэтому пришли все поболеть за него. И как снатоки таких единоборств для нас тоже это интересно. Посмотреть у нас дома, как оно будет выглядеть. И очень даже прекрасно. Вы видите, сколько людей, сколько народу. И с таким большим энтузиазмом на это все смотрят. В клетке ММА девятой пары в главном бою встретились боецы из Абхазии Тома Астарба. У которого на счету было две победы и одно поражение. И российский спортсмен Тимур Тургат. Абхазский боец Тома Астарба будет выходить по девятым номерам с соперником из России Тимуром Тургатом. Соперник очень такой хороший, достойный. Мы надеемся, что бой пройдет в нашу пользу. Астарба! 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 В третьем раунде победа единогласным решением судей достается Томазу. Томазу Тома Астарба. Турнир был организован и ММА-ТВ совместно с Абхазбоксинг Промушен и Федерацией профессионального бокса Абхазии. В честь праздника, Дня Победы, второе мероприятие пришло у нас здесь, на нашем стадионе. Мы надеемся, что наши партнеры сделают, чтобы мы ежегодно могли проводить такие международные, мировые мероприятия у нас в Абхазии. Мы на это очень надеемся, мы идем к этому. Изюминкой вечера стал яркий дебют женской пары Джованны Эдуарды и Мухлисы Ишбоевой. По словам организаторов, они будут стараться проводить подобные мероприятия как можно чаще и внедрять смешанное единоборство, как отдельный вид спорта. Адди Сасагария, Заур Квартия, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, 10 октября на территории Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 12-17 градусов, температура морской воды плюс 22. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok